все мои красоты очкам пламенный приветик я надеюсь что вас все хорошо и прекрасно девочки если снимаю видео о моем макияже в принципе такой обычный макияж такой дневной до который я делаю в основном на каждый день вот у меня знаете девчонки принцип нанесения теней ну и стрелочек у меня в основном один и тот же ну иногда иногда я могу сделать макияж от хумо то есть как по-русски иначе вот но в принципе всегда остается как бы принцип один и тот же я снимала видео уже о том как я крашу глаза и если найду его я оставлю ссылочку внизу вот сегодня я покажу вам макияж с продуктами от шанель я использовала эту палеточку до который не так давно купила потому что она идеально подходит именно на дневной макияж вот и румяна также от шанель вот эти тоже которые также идеально подходят на дневной макияж и и также я использовала сегодня помадку от шанель с таким вот легким оттенком можно сказать даже нюдовым да я вам говорила что принципе я не очень люблю нюдовые оттенки но такой достаточно не совсем нюдовый вот поэтому я использовала в макияже ну для меня это конечно помада чисто для дневного использования вот я таким помадами можно сказать пользуюсь не так часто но все-таки иногда пользуюсь вот короче говоря я использовала эти три продукт продукта от шанель ну стрелочки я делала карандашиком от буржуа вот таким черным водостойким контур губ я использовала карандашик от ими к фуре вам также водостойки и использовала тушь для ресницы и все мором все так что кому интересно как я создавала вот такой образ то оставайтесь со мной я как вы видите уже накрасила мылевый глаз чтобы просто укоротить эту процедуру до чтобы не занимать много вашего времени на мне принципе уже есть тон и немножко бронзером вот я сделаю сейчас макияж глаз нанесу румяна и помаду также от шанель в принципе у меня макияж получится в таком вот как сказать натуральном тоне до который подойдет на каждый день принципе и так начинаем со стрелочек я уже снимала видео как я крашу глаза я оставлю ссылочку внизу как я рисую стрелки да но в принципе покажу еще раз я стрелки рисую на свой лад то есть не по правилам как положено продолжать эту линию нижнюю вверх и нет абсолютно не идет у каждого свое строение глаз я рисую стрелочку по мою тут здесь природной линии которая вот здесь есть и просто вывожу и чуть чуть наверх ну сейчас вы все увидите так использую карандаш который я вам показывала от буржуа водостойки ультра черный классный карандаш который отлично наносится ну примерно как бы так так ну сейчас приступаем к теням да я сегодня буду использовать девочки вот эти вот два оттеночка вот этот вот светлый и вот этот такой золотисто-коричневый более светлый чем вот этот и так буду использовать их родные кисточки спонжики чтобы вам показать что они вполне хорошо справляются со своей функцией так один беру для для светлых теней и набираю вот этот вот вот этот вот оттеночек и начинаю проводить тени от внутреннего верхнего уголка вот так и наношу и просто распределяю дальше по подвижному веку вот так и также я делаю с нижним уголком я думаю что он видно дохожу девчонки только до середины ну в принципе как бы так если оно видно вот и все дальше беру другой спонжик для коричневого оттеночка и начинаю распределять тени девочки потихонечку вот отсюда на подвижное веко продвигаюсь чуть вперед но не до конца то есть я оставляю это пространство со светлыми тенями вот и здесь я распределяю вот вдоль глаза вдоль моей стрелочки вот так и немножечко вот чуть-чуть захожу на эту складочку примерно это получается вот так если вам видно макияж получается девчонки очень такой знаете натуральный поэтому мне нравятся эти тени по своей структуре вот примерно вот так дальше девчонки вы можете так и оставить в принципе да для более натурального эффекта не обязательно подводить снизу вот но я чуть-чуть подведу все таки также провожу вот здесь по нижнему крайнему уголку глаза да вот здесь слегка вот как бы так дальше я тут от девчонки не захожу только с краюшка ну примерно вот так если вам видно вот и можно остановиться вот в принципе и все чтобы растушевать границы теней потому что я не люблю когда остаются тактильные я беру вот такую кисточку большую растушевочную но это у меня кисточка вот и в роше и набираю этот же оттенок светленький слегка сдуваю и начинаю вот отсюда чтобы растушевать здесь и верхние сами границы вот здесь сверху и слегка можно под бровь вот так вот это все выходит вот если вам видно да и внизу я также растушевываю слегка я беру вот такую кисточку я даже не знаю что за фирма бьюти здесь покупала в магазине и растушевываю вот здесь на уголке на уголке глаза тоже вот слегка и вот эту вот линию чтобы все было плавненько не было чтобы таких четких линий ну примерно как бы так вот и все девочки и теперь можно приступить к самой туши ну я у меня тушь сегодня эксенора уже вот хочу ее добить вот я обычно делаю два слоя туши и начинаю накладывать саму тушь ну примерно так пройдемся по нижним ресничкам также ну и сделаем еще второй слой да потому что у меня на левом глазу два слоя так как я румяна еще не наносила в принципе можно наносить также родной кисточкой вот в принципе и все я наносила прям родной кисточкой ну конечно же у меня есть своя кисточка для румян я просто показала что эта кисточка вполне возможно наносить румяна достаточно хорошая кисточка и немножко пройдемся пудрой чтобы сгладить все границы румян и бронзера я всегда это делаю вот так вот слегка чтобы все выглядело более натурально так дальше в принципе можно добавить хайлайтера но не буду сейчас этого делать так переходим к губам немножечко я сниму бальзам потому что он достаточно такой жирноватый ну и переходим к губам да сегодня я буду использовать помадку вот эту от chanel из серии rouge coco номер 5 mademoiselle у нее достаточно очень такой спокойно натуральный тон который идеально подходит на каждый день подойдет под макияж сделаю сводч по-быстрому чтобы вам показать вот такой вот у нее сводч и в принципе у меня даже сегодня чонкий лак в таком вот примерно тоне да я не специально тенке так получилось вот очень красивый лак кстати у меня спрашивают что за лак сейчас я вам скажу это лак от revlon у меня в номере 034 totali toffee вот такой вот лак очень красивый если вам видно здесь у меня два слоя суперский лак так переходим к губам ну я всегда девчонки делаю контуры я уже говорила об этом буду использовать мой обычный контур и переходим к губкам ну в принципе я нанесла контур и переходим к самой помаде помаду наношу прям так я не наношу помаду кисточками мне больше нравится наносить именно именно так ну вот в принципе вы можете наблюдать мой макияж достаточно такой можно сказать дневной натуральный вот ноготочки в принципе похоже да вот ну вот в принципе и все девчонки ничего сложного я думаю кто еще не может тот приноровиться вот вот как бы так ну если вам понравился мой макияж то ставьте пальчики вверх комментируйте и я надеюсь что до скорых скорых встреч все девочки всех целую чао